МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дельфины – уникальные морские млекопитающие. На протяжении веков человек пытается понять их возможности и найти им применение. Столетия назад дельфины помогали рыбакам загонять рыбу в сети. В ближайшем будущем ученые отводят более важную роль этим животным. От участия в подводных работах до сбора информации о радиоактивности, температуре и течениях на разных глубинах океана. Но главное – дельфины влияют на организм человека. Сегодня это удивительная способность – пристальный объект изучения. КОНЕЦ Ириша, сразу поплывем. Хорошо? Поплывем. Для шестилетней Иры это просто игра. Вот уже второй год подряд она приезжает на Черноморское побережье. Здесь проводят курсы дельфинотерапии. Почти с самого рождения Иру, как и многих других детей с врожденными заболеваниями, окружают врачи. Общение с дельфином – не только новые впечатления, это новые возможности. Лечение животными или анималотерапия была известна еще древним целителям. Для психологической и медицинской помощи специалисты чаще всего привлекают собак и лошадей. Животные помогают установить контакт с пациентом, достучаться до его внутреннего мира. Впервые о влиянии дельфинов на здоровье человека ученые заговорили в 80-х годах прошлого века. Сегодня дельфинотерапию активно практикуют во всем мире. Показания – от аудизма и синдрома Дауна до расстройств памяти, речи и слуха. Дети с нашей патологией практически находятся постоянно на каком-то медикаментозном лечении. Дельфинотерапия – совершенно другой метод. От ребенка не требует ничего. Он устанавливает сам отношения с дельфином, как у него получается. В данном случае дети проявляют большой интерес и вот сами, насколько они это могут сделать. И если им не навязчиво, как бы так, потихонечку им помогать, то они все больше и больше, скажем так, открывают свой мир. В дельфинотерапии мы стараемся максимально уйти от медикаментозных воздействий. Молодец! Молодец! Вокруга проплыл, да? Вокруга проплыл, да? Но около 70 миллионов лет назад они стали жить в воде. Останки самых древних китообразных, найденные в слоях морских отложений, свидетельствуют. Приблизительно 35 миллионов лет назад это были сформировавшиеся морские млекопитающие с китовой формой черепа, скелета и тела, а также развитыми передними конечностями. Задние к этому моменту исчезли полностью. Главным органом передвижения стал мощный хвостовой плавник. Несмотря на внешнюю непохожесть, у дельфина и человека много общего. У них такое же четырехкамерное сердце. Они также не могут обходиться без воздуха. У нас очень близкий состав крови и температуры тела. Поэтому с древних времен между человеком и дельфином складываются особые отношения. Тренер морских млекопитающих. Почти каждый день он на базе. Ведь чем больше времени он проводит со своим подопечным, тем сильнее отдача. В данный момент я протираю стол чистящими средствами, чтобы снизить вероятность бактерий. Животные очень восприимчивы к таким мелочам. У них может быть боль в животе. Она, в принципе, для животных. Но она вылечивается, конечно, но желательно этого не допускать. Ежедневная порция одного дельфина – 10 килограммов рыбы. Пищу животные получают три раза в день. Мелкая рыба – прикорм во время работы. Крупные куски – знак особого поощрения. Сейчас я отрезаю колючку и разрезаю рыбу напополам ставриду. Ставриду используется для наиболее ценных для тренера элементов. Она используется тренером, называется на сленге «тренировка конфеткой». Потому что наиболее удачное выполнение животных какого-либо элемента подкрепляется вот такой вот рыб. В принципе, набрали достаточную норму животного. Сейчас мы это все отправляем на весы. Вопреки распространенному мнению, без подготовки дельфины не могут взаимодействовать с человеком. Для того, чтобы эффект был максимальным, дельфинов тщательно готовят к работе. Молодые животные проходят предварительный отбор. Не каждый из них подходит для терапии. Затем – тренировки. Животных учат общаться, играть, устанавливать контакт с пациентом. Тренировки проходят постоянно, даже с опытными взрослыми млекопитающими. Специалисты многократно отрабатывают навыки общения дельфина и человека. Его нужно сделать контактным, чтобы он не боялся человека, а подходил вначале к нему. То есть это все долгий процесс тренировок. Я сам опускался к нему в воду, плавали тут с ним, ну, все это подкреплялось, гладил. То есть учил быть его контактным, не бояться человека. Тактильное ощущение – важный элемент терапии. Прикасаясь к биологически активным точкам на теле ребенка, дельфин стимулирует рефлекторные зоны нервной системы. В зависимости от ситуации терапевт предлагает потрогать дельфина руками, если имеются нарушения двигательной активности верхних конечностей, либо ногами. Но сначала маленький пациент должен привыкнуть к новым для себя ощущениям. Поэтому первое занятие – знакомство с дельфином. Присаживайся. Дельфинам присуще так называемое аллеломиметическое поведение. То есть они подражают, но при этом не получают. Они очень общительны и контактны. Поэтому основная задача терапевта – направлять эти контакты. Когда ребенок сам бежит к дельфину, у нас есть очень большие проблемы, когда в рамках ведения конкретного пациента надо делать сеансы через день. В терапевтических мероприятиях – это достаточно важный элемент. У ребенка есть мотивация на лечение. Потому что мы знаем, вот тогда мы движемся, когда у нас есть мотивация. С каждым последующим занятием игровые элементы усложняются. Элементы мы включаем в зависимости от того, насколько ребенок готов. Каждое занятие индивидуальное. У нас нет шаблона, схемы на каждое занятие. Я, как врач, контролирую, как ребенок общается, что ему нужно. Либо ему нужно больше гладить, либо нужно ему больше играть. Поэтому в целом мы смотрим все по ребенку. Каждый раз по-разному все. Иногда у нас бывает так, что ребенок сразу готов уже плавать с дельфином. Он приходит на помост, гладит, здоровается с дельфином. А потом уже сразу идет в воду. Иногда все занятие происходит на помосте. Осторожно, внимание. Бери, бери. Так, рыбка. Это граф, лови. Лови, граф. Казалось бы, бросить мяч или прикоснуться ногами к спине животного несложно. Но для многих это большой шаг вперед. Особенно для детей с врожденными заболеваниями. Подожди, я рыбка съел. У нас очень проблемные дети. Есть очень закрытые, очень, скажем так, тяжелые, тяжелая форма аутизма. Конечно, здесь очень сложно установить контакты. Даже не столько со стороны дельфина. Он уже как бы обучен этому. И он контактен, он готов. То есть ребенка такое воспринять, какое он есть. А вот и дети, часто вот такие вот тяжелые, им трудно, конечно, установить контакт. Тут обязательно нужны и мама, и врачи, и очень большая, скажем, с нашей стороны помощь. У детей с различными психоневрологическими заболеваниями иногда возникает ощущение отчужденности. Нарушается связь с окружающим миром. Дельфин со своей природной анатомической улыбкой, дружелюбием и интересом вызывает симпатию. Желание установить контакт. К тому же он своим поведением как бы отзеркаливает ребенка. В результате тот впускает дельфина в свой замкнутый мир и открывается. Мы занимаемся реабилитацией таких детей. И очень такая работа благодарна. Я вижу свой труд. Они приезжают к нам через год, эти дети с родителями. И многие отмечают, что есть результаты. Для ребенка игра с дельфином – это прежде всего такой процесс игровой. А с точки зрения детской психиатрии, игровая терапия очень хорошо развивает речевое развитие. Ребенок успокаивается. Ребенок начинает более адекватно мыслить и размышлять. У нее в этом году видны подвижки речи. Очень видны. Поэтому я так думаю, что есть движение, есть движение хорошее. Дельфин оказывает на пациента не только психотерапевтическое воздействие. Один из эффектов – гидромассаж внутренних органов и кожных покровов. Дельфин постоянно работает своим мощным хвостовым плавником, создавая движение потоков воды вокруг себя. К тому же вода дает ощущение невесомости, снимает нагрузку на суставы и тренирует мышцы. Это особенно важно для детей с двигательными расстройствами. Ребенок опустился в воду с дельфином. А дельфин – это не менее 200 килограмм. И чтобы стоять, не шевельнувшись возле ребенка, ему надо работать хвостовым плавником. Это серьезный, мощный движитель. То есть уже идет гидромассаж в несколько атмосфер. Ребенок плывет с дельфином. Очень тоже интересный и ортопедический, и неврологический, и физиотерапевтический эффект. Теплая вода, мышечный корсет у нас расслабляется. Ребенок вытягивает руки, а мы перед этим на суше своей ладонью имитируем плавник дельфина, показываем, как надо брать в зацеп этот плавничок, как правильно держать руки, как порой даже не работать ногами, потому что дельфин все сможет. И происходит естественное вытяжение позвоночника. Я с тобой. Зови. Здрав. Здрав. Дай спинку. Дай спинку. Все, поверь к нему. У каждого животного свой характер, зная который, персонал прикрепляет его к тому или иному ребенку. Но зачастую дельфины сами выбирают. Известны случаи, когда в воду погружали несколько детей, и животное сразу же находило своего пациента. Причины этого ученым неизвестны. Возможно, секрет в особом видении этих млекопитающих. Под водой, при условии хорошей прозрачности, дельфины видят на расстоянии не более 30 метров. Но это не мешает им превосходно ориентироваться в пространстве. Если человек 90% информации об окружающем мире получает с помощью зрения, то дельфин, благодаря слуховому и эхолокационному аппарату. Дельфины улавливают звуки в ультразвуковом, звуковом и даже инфразвуковом диапазонах. Воспринимаемые частоты от нескольких десятков герц до 196 килогерц. Это в 10 раз выше верхнего предела слышимости у человека. Голос дельфина охватывает 12 октав. Ни одно из живых существ на планете не обладает такими возможностями. Но самое удивительное – сложнейшая эхолокационная система, которой обладают дельфины. В ней два механизма – передающий и приемный. Передающие устройства – три пары воздушных мешков, тесно связанных с носовым каналом. Гортань, жировая линза и рефлектор, образованный передней поверхностью черепа. Звук рождается в мешках, а жировая линза выполняет роль фокусирующего элемента. В зависимости от расстояния до объекта, дельфина сжимает или разжимает линзу, и фокусировка бывает большей или меньшей. Приемные устройства, к которому возвращаются отраженные звуки, включают органы слуха, нижнюю челюсть и механорецепторы головы. С помощью биосонара дельфин прекрасно ориентируется на сотни метров вокруг. Может определить расстояние до объекта и его размеры. По сути, дельфин обладает уникальной особенностью – звуковидением. В целом ряде концепций считают, дельфин сам доктор, но природа очень экономна. Если дельфину не надо посылать сигналы, если перед ним эта задача не ставится, он никогда это не пошлет. И вот здесь как раз и была задача – управляемая и контролируемая эхолокация. Поэтому я думаю, вот сейчас мы и проверим, насколько ИГМАС опять нам выдаст необходимый сигнал. Управляемая эхолокация – условный рефлекс, который тренер вырабатывает у дельфина. Иными словами, специалистам удалось научить животное издавать ультразвуковые колебания по команде. Вот сейчас мы и получили от ИГМАСа и управляемый сигнал, и контролируемый сигнал, и прежде всего кратный, который он повторяет, повторяет, повторяет. Вот тут живой дельфин становится несколько медицинским прибором, одновременно не теряя вот этой своей природной живой составляющей. Ультразвуковой сигнал фиксируется с помощью гидрофона – подводного микрофона, который передает данные на компьютер. На первом этапе обучения управляемой эхолокацией в воду погружали различные предметы. Дельфин сканировал их и выдавал сигнал, после чего получал подкрепление. Я подавал животному жест, оператор следил, какие сигналы выдаются. В тот момент, когда выдавался сигнал наибольшей интенсивности, или тот, который нам был необходим, давалось подкрепление животному. И так вырабатывал, собственно, рефлекс – выдавать по жесту сигнал определенной частоты. В медицине и физиотерапии ультразвук применяется уже более полувека. Ультразвуковые волны производят массаж на клеточном уровне, улучшают проницаемость мембраны клетки и позволяют лучше проникать в кожу активным ингредиентом. В ультразвуковых лечебных аппаратах максимальная мощность излучения – 2 ватта на квадратный сантиметр. Сонар дельфина излучает ультразвук с интенсивностью 8,3 ватта на квадратный сантиметр. Существует теория – ультразвуковые волны, издаваемые дельфином, оказывают на человека такой же лечебный эффект, как и медицинский ультразвук. К тому же вода – очень хороший проводник. На ткани организма идет виброакустическое воздействие. В результате увеличивается кровоток и лимфоток. Несмотря на многолетние исследования, дельфины до сих пор во многом загадка. Ученым еще предстоит до конца изучить физическую природу их влияния на организм человека. Но достоверно известно, что это безвредно. Очень красиво. Какая-то такая. Электроэнцефалография – исследование функционального состояния головного мозга. Оно проводится при всех неврологических, психических и речевых расстройствах. На мониторе – кривая, которая отражает характер биотоков мозга. Это электроэнцефалограмма. Изучив ее, можно установить расположение очага поражения, оценить эффективность лечения, следить за динамикой реабилитационного процесса. Повысилась активность коры головного мозга и возник баланс между тормозными и возбудительными процессами. В значительном большинстве случаев все-таки наблюдается положительная динамика. Родители сами высказывают мнение, что это единственный метод, который помог ребенку или заговорить здесь, или возникнуть какие-то другие моменты положительные. Дельфинотерапия не заменяет полностью традиционного лечения. Но в сочетании с другими методами она дает реальный результат. Ученые говорят, в процессе общения с дельфином мозг производит большое количество нейропептидов, то есть эндорфинов. Эндорфины повышают иммунитет, играют важную роль в механизмах памяти, обучения и сна. Во-первых, у нее улучшилась эмоционально-волевая сфера. Внимание стало более концентрированным. Ребенок стал хорошо спать, потому что со сном у нас тоже были проблемы. Ну и самое главное, на данный момент она научилась говорить три слова. Папа, мама и бабушка. Дельфинарии. Цирковое представление. Большинство из нас привыкли к тому, что дельфины – это животные, которые поражают своими трюками. Даже простое наблюдение за ними успокаивает, снимает стресс, доставляет радость. Непосредственное общение с дельфином подчас дает эффект, на который не способны лекарственные препараты и работа с психологом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова